Реализуем статус утверждения руководителя. Что мы отсюда возьмем? Утверждение и условия. Начинать мы будем, конечно же, с уведомления. Проверим настройки. Пользы у нас отсылают, юзер-босс у нас получает. Здесь все правильно. Сам текст поменяем на нейтральный, чтобы он выглядел подходящим и для доработки, и для первого уведомления, когда заявка, в принципе, приходит на одобрение. Так, утверждение. В общем-то, здесь все оставляем так же. Единственное, что давайте отменим здесь комментарии, пусть обсуждают все в живой ленте. Что у нас будет дальше? Слева, если одобрена запись в отчет, да, мы ее оставляем. Перемены пока не нужны. Давайте удалим, ему быть и не нужна будет вовсе. И здесь у нас как раз таки нужна сумма сделки, условия. Если сумма больше 15, то мы отсылаем на утверждение нашему бухгалтеру. Если нет, то, собственно, у нас заявка одобрена. Это безпроцесс у нас завершится. Удаляем блок у нас. Утверждение. Это будет отдельный статус. Даже удаляем здесь удалим уведомления. А вот запись в отчет нам пригодится. Здесь вот такая стая. Также удалим здесь уведомление пользователя. Резуме в другом статусе. Запись в отчет. Да, все верно. Наработка нам здесь не нужна. Это будет отдельный статус. Вот такой у нас получается несложненький бизнес-процесс. Да, и дальше мы отсылаем в нужные нам статусы. Давайте проверим еще параметры условия. Поле документа. Сумма 15. Все то же самое. Ничего здесь изменять нам не нужно. Отлично. Сохраним. Теперь блок утверждения у бухгалтера. Наверное, все это будет довольно-таки тоже простой наш процесс. Мы удивляем бухгалтера, что у него есть новое задание. И дальше в зависимости от того, что он выберет, одобрен или нет. Все данные у нас те же остаются. Выдавление общества нам подходит. Здесь тоже все, в общем-то, правильно. Давайте тоже здесь уберем комментарий. Запись в отчет. Бухгалтер утвердил. Бухгалтер отклонил. Перемета нам здесь тоже не нужна. Точно так же ставим статус. Давайте посмотрим, на что стал похож наш общий бизнес-процесс. Как видите, связи стало здесь уже намного больше. У нас есть переход изначального, но отвергния его к водителю. Из него уже есть три целых перехода на доработку сотрудникам, на одобрение и на утверждение бухгалтера. Видно, что мы очень просто создаем переходы между отдельными частями. И нам не нужно пытаться это сделать в одном большом процессе, а довольно-таки легко делаем между небольшими бизнес-процессами. Реализуем доработку сотрудникам. Эта часть у нас была в утверждении руководителем. Вот она. Нам здесь будет нужно что-то уведомление. То, что от руководителя теперь будет не совсем верно, ведь может быть и от бухгалтера. Давайте поставим также от поиска и сделаем его просто не персонализированным. Немножко поподправим текст. Дальше идет сама доработка. Этот блок нам теперь совсем не нужен. По доработке у нас должны произойти изменения документа. Если все правильно, у нас даже здесь используются те самые переменные, которые мы создавали ранее в действии. Давайте проверим, что у нас здесь все верно. Кто у нас ее заполняет? Сотрудник. Здесь все правильно. Комментарий от руководителя мы уже указать теперь не сможем. Он может быть и от бухгалтера. Мы будем использовать обсуждение в живой ленте. Это здесь нам, в общем-то, не нужно. В остальном все должно быть правильно. Документ у нас не менялся. Все те же самые поля. Также, кроме комментариев, будет обсуждение, как я уже говорил, в ЖЭЛ. Так, у нас поля создавались теми же самыми, как Адамин. То есть действие у нас осталось тоже с той же настройкой, по идее у нас здесь также все заработает без изменений. Сохраним. И здесь тоже, в общем-то, все должно быть правильно. Что у нас в правой части? У нас здесь запись в отчет, что сотрудник не будет дорабатывать за заявку и прорывание процесса. Это наша ветка прошлая, да, когда мы прорывали процесс, в принципе, что выйти из цифра. Здесь мы теперь спокойно можем перейти в статус неуспешного согласования заявки. Только почувствую, что отклонил ее сам себе же сотрудник. Вот так вот у нас получился, опять же, очень небольшой и простой бизнес-процесс. Нам еще нужен переход обратно к руководителю. Вот теперь у нас полноценный этап. Мы видим, что у нас теперь из статуса есть два перехода обратно к руководителю, либо на отклонение, если сотрудник решил, что дорабатывать ее не будет. Еще мы с вами не сделали два статуса. Отдоблена заявка и отклонена. Они очень просты технически. Мы перенесем в них запись в журнал и установку статусов. Проверим. В общем-то, все верно. Ничего нам здесь не нужно даже менять. И аналогично сделаем для отклонения. Проверим. Проверим. Все так же верно. Обратите внимание, что мы здесь не используем действия установка статуса, который нам бы перекинуло бизнес-процесс в какой-либо другой статус. Раз таки так, и бизнес-процесс и завершается. В том статусе, в котором у нас все процессы выполнены, и перехода больше нету в некой другой статус, бизнес-процесс и завершается. Сохраним. Сохраним. Сохраним.